Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Привет, сахалинцы! В эфире «Солнечное утро». Если вы еще не проснулись, не волнуйтесь, наша энергия разбудит даже спящего медведя. Меня зовут Василиса Долгушина. Оставайтесь со мной, я гарантирую, скучно не будет. Пристегните ремни, поднимите шторы и приготовьтесь к яркому взлету. Традиции, приметы, гороскопы. Узнаем что-то новое о сегодняшней дате. Вот это да! Расскажем самые обсуждаемые новости с просторов интернета. До наших дней. Побываем на выставке, где представили 4 века русской истории. Особый подход. Визажист покажет, как подобрать идеальный макияж для рыжеволосых красавиц. Гардеробная катастрофа. Узнаем, как отстирать полинявшую вещь. От простого к сложному. Фитнес-тренер продемонстрирует комплекс эффективных упражнений. Готовы к порции интересных фактов. Наша рубрика «Народный календарь» расскажет о событиях, изменивших ход истории, поделится народными приметами и раскроет тайны звезд. Ровно 327 лет назад ранним утром Петр I под именем Петра Михайлова прибыл в Голландию. Монарх собирался обучиться корабельному мастерству и перенять зарубежный опыт. В доме, где останавливался русский царь, создан музей. В нем есть шкаф-кровать, поразивший небольшим размером Наполеона. Бонапарт сказал, для истинного великого ничто не является малым. Спожинки отмечали 28 августа восточные славяне. К этому времени заканчивается жатва, уборка и переработка урожая зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника. По старинному обычаю на сжатом поле оставляли небольшую часть несрезанных колосьев, связывая их лентой. Так завивали бороду Велесу. В этот день освещали мед, яблоки и зерно. После зачина начинался веселый пир. Наши предки считали, что сон с 27 на 28 августа – вещий. Он может сбыться на 24 день. Сновидение, увиденное днем 28 августа, исполнится, но не скоро. Никакой опасности оно не несет. Согласно приметам, много паутины на улице предвижает морозную и ясную зиму. Радуга – теплую затяжную осень. Полевые цветы пахнут сильнее обычного к ненастью. Туман после захода солнца предвещал скорый дождь. Рожденные 28 августа – независимые, рассудительные, практичные и рациональные личности. Они проявляют находчивость и ловкость во всем, за что берутся. У них складываются прекрасные отношения с окружающими благодаря способности быть в нужное время в нужном месте. Они сострадательны, доброжелательны и лояльны, не позволяют себе грубости, ведут себя тактично и умеют находить правильные слова поддержки в трудную минуту. Каждый день на планете происходят тысячи событий. Мы выбрали самые интересные, чтобы создать для вас идеальный информационный коктейль. Немного науки, щепотка юмора, капля удивления. И вот рецепт отличного настроения готов. В Пекине на конференции по робототехнике представили андроидов, которые оказались живыми девушками. Актрис хорошо загримировали, одели в костюмы, которые соответствовали задуманному. Так организаторы хотели обратить внимание на скорое распространение настоящих человекоподобных андроидов с искусственным интеллектом. Некоторые считают, что на массовом рынке механические гуманоиды появятся уже через три года. Астрофотограф Пол Смит запечатлел редчайшее явление – молнии на фоне потока Персеида. У юзеров снимок ассоциируется с фильмом в жанре фантастика. Спрайты возникают лишь на доле секунды. Смит занимается их изучением, старается спрогнозировать появление. Он отметил, что снимок – это годы усердной работы, а неудачное стечение обстоятельств. В Таганроге произошло нашествие зеленых комаров. Они залепляли окна и двери. На улицах образовались безжизненные кучи насекомых. Этот вид называют комарами-звонцами. Специалисты сообщают, что угроз для человека они не несут. Напротив, они играют большую пользу в экосистеме. Их личинки очищают водоемы, перерабатывают минеральные вещества и служат кормом для рыб. В скором времени нашествие звонцов закончится. Живет этот вид комаров всего неделю. Жительница Алабамы организовала дома салат-бар для своей семьи. Она разместила на кухонной тумбе охлаждаемые контейнеры с овощами, грибами, сыром, мясом и другими добавками. Рядом женщина оставила хлеб и несколько соусов на выбор. Теперь домочадцы могут быстро сделать себе сэндвич. Люди в сети в восторге от идеи девушки. Некоторые уже договариваются о переезде к ней, чтобы пользоваться салат-баром. Уникальная выставка в музее книги Чехова приоткрыла завесу тайны над освоением Дальнего Востока. Драгоценные украшения коренных народов, боевые награды первопроходцев, загадочные карты неизведанных земель. Все это впервые покинуло хранилище Государственного исторического музея. Какие секреты хранят эти удивительные экспонаты и о чем они могут рассказать нам сегодня? Ответы в нашем следующем сюжете. 185 предметов времен освоения Дальнего Востока могут увидеть сахалинцы и гости острова. Посетители узнают историю, которая охватывает несколько веков и касается нашей области. Всегда на региональных выставках интересно прикоснуться к истории своего региона. Это всегда вызывает живой интерес. Кроме того, сам подбор экспонатов, который находился в нашем совместной разработке, он впечатляющий. Этот список экспонатов разнообразный. Можно найти и мемориальные вещи, и живопись, и адрикационные материалы, и оружие. Залы рассказывают о разных периодах времени. Первый начинает историю еще с походов Ермака. Тут же представлены мемориальные вещи, карты, дневники и другие ценности. Второй зал открывает период СССР. К этому времени начинает развиваться китобойный промысел. В экспозиции есть гарпун, линогравюры и другие объекты той эпохи. Экспонаты, они для нас, конечно, они всегда все историю рассказывают. Делятся они по ценности, ну, совсем разные, да, по материальной ценности, как, например, у нас есть шкатулка Фаберже здесь представлена. Это, конечно, очень дорогой экспонат. Есть экспонаты с точки зрения исторической, самые древние, например, предметы. Есть экспонаты с точки зрения насыщения экспозиции. Ну и есть то, что, наверное, близко или нравится каждому. Для выставки все пространство второго этажа отстроили заново. Оно фокусирует внимание зрителя и помогает ориентироваться в датах. Мы решили, что будет интересно об этом подумать в плане дихотомии между суровой природой Дальнего Востока, суровой, но прекрасной, завораживающей, но при этом признать величие человеческой мысли, упорства, которое прокладывало эту дорогу в эти дикие земли. Соответственно, это противоречие у нас выразилось в материалах отделки и в архитектурной группе, которую мы создали для двух залов. Побывать на выставке можно до 26 октября. В ближайшее время в рамках проекта стартует и образовательная программа. Ее также посвятят освоению Дальнего Востока. Все подробности в музее книги Чехова. А сейчас время нашей любимой бьюти-рубрики. Сегодня мы поговорим об особенностях макияжа для огненных красавиц. Как подчеркнуть природную яркость рыжих волос? Какие оттенки и тени и помад лучше всего сочетаются с медными локонами? На эти и другие вопросы ответит наш визажист-эксперт Лариса Вишнякова. Доброе утро! Рыжеволосым девушкам не стоит прилагать много усилий, чтобы выделиться из толпы. И сегодня у меня в гостях модель Анна. Аня, доброе утро! Доброе утро! Я увидела Аню и решила пригласить ее в нашу рубрику и поделиться с Ваней, какие все-таки оттенки подходят для девушек с рыжими волосами. Перед съемками мы нанесли уже уход на лицо и сейчас будем наносить пинальное средство. У девушек с рыжими волосами часто бывают веснушки, и я не думаю, что их нужно перекрывать. Это все-таки своя особенность. И поэтому мы берем такой легкий тон и немножко выравниваем оттенок. Когда вы подбираете цветовую гамму, вам нужно обратить на корни волос. Если у вас светлые волосы, светлый оттенок лица, да, тон светлый, и бровки, реснички тоже светлые, то здесь вам нужно придерживаться мягких, таких спокойных тонов. Если вы все-таки яркая рыжеволосая красотка, и у вас кожа немножко теплее, то здесь вы можете использовать более яркие тона, знаете, делать такой контрастный макияж смело, и будет смотреться очень гармонично. Смотрите, вот у Анны карие глаза, и для ее оттенка глаз подходит вся коричневая гамма от светло-бежевых теней до медных, бронзовых. Мы можем здесь использовать медный оттенок теней. Я возьму такой красивый бронзовый оттенок, наберу на синтетическую кисточку и буду наносить на глазки. Наношу наш такой яркий медный оттенок. Если ваша тушевка вышла немножко за границей нужной формы, то нет ничего страшного. Вы можете взять немножко консилера, либо немножко тонального средства и почистить форму. Смотрите, немножко снизу мы вычищаем и под бровью. Я все-таки не рекомендую брать, например, ярко-розовые, ярко-фиолетовые, лавандовые, сиреневые оттенки. Девушкам с рыжими волосами следует их избегать. Этим же консилером я могу освежить зону под глазками и перейти к сухим теням, чтобы закрепить кремовую текстуру. Смотрите, какой яркий бронзовый оттенок получился. Сейчас я возьму сухие тени и немножко их запечатаю. Я от светлого оттенка, кисточка у меня натуральная из козы, буду от светлого оттенка идти к темным, немножко потемнее, такая вот у меня теплая коричневая гамма. Возьму маленькую кисточку и нанесу этот же оттенок под глазки. Смотрю вверх, вот у нас уже такие яркие глаза получились. Для более контрастного эффекта можно прокрасить межресничку также коричневым карандашом. У меня такой шоколадный оттенок, я прям вдоль ресниц прохожу из карандашика. Угу, и здесь. Теперь мы можем перейти к бровям. Бровки я не рекомендую делать слишком темными, это может перегрузить наш макияж. Пусть они будут коричневые, светленькие или темные, тоже зависят от корней, от цвета корней волос. Возьму коричневую тушь и уложу наши бровки в нужном нам направлении. Угу, ну вот уже такой образ у нас проявляется. Красивый медный оттенок. Далее я припудрю наше лицо. Угу. А что касается румян, то здесь можно взять и персиковый оттенок, такой лососевый цвет, будет красиво смотреться. Сейчас я нанесу, и вы посмотрите. Примерно такой вот. Аня, улыбнись. Угу. На яблочке счетчик наношу нашу румяну. Так, с румяной уже гораздо интереснее. Немножко можно добавить бронзера. Тем более летом это будет очень актуально. Под скулой я прохожу из бронзера. И немножко под челюстной зоней. Теперь мы перейдем к губам. Немножко их притонируем. И нанесу пудру, чтобы губы были сухими. Поэтому, если они будут сухими, карандаш будет ложиться ровно и будет устойчивым. Беру такой персиковый оттенок карандаша. Крашу контур. Для Ани я взяла такой более приглушенный персиковый цвет. Можно взять красный оттенок, но чтобы он уходил в бронжевинку. Тогда будет тоже смотреться гармонично. Ну вот такой вот у нас макияж получился. Что касается черных смойки для рыжеволосых красавиц, то здесь я, конечно, не рекомендую такое решение. Лучше сделать и коричневые смойки. Это будет смотреться намного лучше. Я думаю, что вам понравились мои советы. С вами была визажист Вишнякова Лора. Хорошего вам дня. До новых встреч. В нашей рубрике «Интересные факты» мы всегда стараемся найти ответы на самые актуальные вопросы. Сегодня мы расскажем о проблеме, с которой сталкивался практически каждый. Как спасти любимую вещь, если она полиняла при стирке? Оказывается, есть несколько эффективных способов вернуть одежде первоначальный вид. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему ваша любимая футболка вдруг потеряла яркость или джинсы окрасили все вокруг в синий цвет? Давайте разберемся в причинах этого досадного явления. Линька одежды – настоящий кошмар для модников и хозяек. Главные виновники здесь низкокачественные ткани и красители и неправильный цикл стирки. Особенно уязвимы перед этой напастью изысканные материалы. Нежный шелк, мягкая шерсть, роскошный атлас, теплый кашемир и благородный бархат. Не спешите винить производителей, иногда мы сами становимся причиной цветовой катастрофы. Например, устраивая в стиральной машине настоящий карнавал из вещей всех цветов радуги. Помните, каждый оттенок хочет быть уникальным и не любит смешиваться с другими. Для свежих следов линьки есть проверенный способ спасения. Смешайте одну часть 9% уксуса с четырьмя частями воды. Погрузите пострадавшую вещь в этот раствор на полчаса 40 минут. Затем, не теряя ни секунды, отправьте ее в стиральную машину с любимым порошком на подходящей программе. Ваша одежда вновь засияет, как новая. Среди других чудо-средств против линьки известны. Перекись водорода, нашатырный спирт, сода и уксус, хозяйственное мыло. Способов много. Предотвратить повреждения ткани помогут простые правила. Изучайте этикетки, при какой температуре и режиме нужно очищать вещи. Делите одежду при стирке по цветам и типам ткани. Новые модели стирайте отдельно от уже имеющихся. Знаете ли вы, что всего 30 минут физической активности в день могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 35%? Именно поэтому так важно регулярно заниматься спортом. Фитнес-тренер Екатерина Баландина поможет вам сделать первый шаг к здоровому образу жизни. Доброе утро. Сегодня мы с вами будем расслаблять грушевидную мышцу. Зачем это делать? Сейчас в двух словах попытаюсь быстро объяснить. Скорее всего, в вашей жизни был момент, когда резкая неприятная боль появлялась в области ягодичной мышцы. И вы чувствовали онемение по задней поверхности бедра, может быть даже неприятные такие прострелы по всей ноге. Это защемление седалищного нерва. И чаще всего виновницей как раз является та самая грушевидная мышца. Также есть такое понятие синдром грушевидной мышцы, который, собственно говоря, добавляет прелести жизни обычному человеку. А если вы спортсмен или часто занимаетесь фитнесом, так уж тем более. При тренировке ягодичных мышц вы вместо ягодичной мышцы будете чувствовать точечное сжение именно в области той самой грушевидной мышцы. Итак, для расслабления ее нам понадобится вот такой вот мячик, аппликатор, либо можно просто использовать обычный теннисный мяч. Мы с вами находим зону грушевидной мышцы, приблизительно это где-то середина ягодичных мышц, середина большой ягодичной мышцы. Укладываем мягко аппликатор, опора в ладони. И здесь вы уже можете просто посидеть и понаблюдать за своими ощущениями. Если ощущения очень яркие, то вы не двигаетесь, вы просто сидите и позволяете аппликатору погрузиться в ткани. Уверяю вас, вы сразу поймете, попали вы в нужную точку или нет. Если никаких ощущений здесь нет, тогда просто сместите аппликатор чуть выше или чуть ниже. То есть поисследуйте эту зону. Также можно усилить натяжение мышц, закинув ногу на ногу вот таким вот образом. И мягко начните прокатываться по той зоне, которую я показала вам. Ни в коем случае не достигайте ярких ощущений. От единицы до десятки, максимум семерка. Не перегружайте свою нервную систему. То есть здесь ощущения должны быть комфортными. Ни в коем случае искр из глаз быть не должно. В этом положении вы находитесь приблизительно полторы, максимум две минуты. Если вы чувствуете, что у вас начала неметь нога, то, пожалуйста, убирайте аппликатор. То есть вы как раз зажали седалищный нерв. Итак, я сейчас просто покажу, куда вы укладываете аппликатор. То есть это вот эта зона. И вы мягко начинаете такими либо круговыми, либо линейными движениями смещать мяч. Очень-очень медленно. Еще раз повторюсь, ощущения должны быть достаточно комфортными. Второй вариант, как можно поработать с аппликатором. Вы просто ложитесь на спину. Приподнимаете таз, даете опору в стопы. И наваливаетесь на мяч вот таким образом. И мягко начинаете покачивать тазом то вправо, то влево. Можно просто чуть-чуть отвести колени в сторону, навалившись на мяч. То есть усилить компрессию и полежать в этом положении где-то 30-40 секунд. Затем, если ощущения становятся меньше, а так должно быть, то есть болевые ощущения не должны ни в коем случае увеличиваться, они должны наоборот снижаться. Вы можете закинуть ногу на ногу и полежать в этом положении еще 30-40 секунд. После этого, после того, как мы сделали релиз с помощью аппликатора, мы перейдем к растяжке. Но не обычной растяжке, а метод PIR, пост-изометрическая релаксация. Вы садитесь в позицию полушпагата. Важно, чтобы ваше колено находилось по центру грудной клетки. Вторая нога вытянута назад. Желательно, чтобы колено было прямым. Стопу ноги, с той, с которой мы будем работать, в данном случае, с правой, старайтесь отвести как можно дальше от таза. То есть не садитесь таким образом, чтобы пятка была под тазом. Опора в две руки. И сейчас начните голенью и коленом отталкиваться от пола, как будто вы хотите сейчас привстать. То есть вы почувствуете напряжение в мышцах правой ноги в данном случае, ну или той ноги, с которой вы будете работать. Это положение мы удерживаем 10 счетов, после чего просто расслабляемся и позволяем нашему тазу опуститься к полу. Вы почувствуете такое приятное расслабление в мышцах ягодичных, и в том числе и грушевидную мышцу здесь мы тоже тянем. И снова мы начинаем погружать голени колена, оставаясь в этой позиции 10 счетов. И затем расслабили. Каждый раз ваш таз будет опускаться все ниже и ниже, и болезненные ощущения будут становиться меньше. Таких подходов вы повторяете 5-6. Как правило, грушевидная мышца спазмируется только с одной стороны, и со второй ногой, в принципе, смысла работать нет. Поэтому отработайте хорошо ту ногу, которая доставляет вам дискомфорт, а вторую ногу, в принципе, вы можете не трогать. Что еще важно знать о синдроме грушевидной мышцы? Это сигнал, если есть там зажим, это сигнал о том, что большая ягодичная мышца, скорее всего, не работает. Поэтому, когда вы расслабите грушевидную мышцу, обязательно нужно проработать, то есть включить в тренировочный процесс упражнения на укрепление ягодичных мышц. Я желаю вам оставаться здоровыми и всегда в хорошем настроении. Пока-пока! Вот и подошло к концу наше солнечное утро. Но день только начинается. Помните, что каждый из вас уникальный алмаз, который может засиять ярче звезд. Не бойтесь трудностей, ведь именно они делают нас сильнее. Верьте в свои мечты, и они обязательно сбудутся. С вами была Василиса Долгушина. До новых встреч на Солнце ТВ! Центр Аллея. Вас ждут лучшие магазины. М-Видео, Детский мир, Симост. Бренды одежды Левайс, Лайм, Бифри, Зарина и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет Арбат, где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Редактор субтитров А.Семкин